прекрасный человек на красном диване прекрасно диванные разговоры 11 1 минута доброе утро говорит показывает радио ванна дорогие друзья не зря у нас прозвучала композиция из культового кинофильма коктейль потому что на красном диване у нас легендарный чел который в коктейлях разбирается гораздо лучше всех присутствующих вот в эфире конечно же тот самый вячеслав ламкин вот ведь слава или слава все таки но может слава да да вот у меня слава бус такой слава бус слава богу можно просто конечно же человек с ирокезом у нас на красном диване на они чтобы ты понимала сейчас в студии на 3 бармена два с половиной два с половиной два это на слава с половиной то мы с академиком и короче но мы тоже работали в этом коктейле получается ты работала барменом я был официантом но это не считается что вы делаете в ереване и в армении в частности вообще мы приехали в свадебное путешествие у нас годовщина в этом году 30 лет с моей женой 2 октября и мы каждый 2 октября куда-то уезжаем в этом году мы решили вот поехать в ереван потому что я уже был здесь три раза я сказал же тепло хорошо и очень добрые люди и очень красиво это правда это правда на самом деле действительно я вот уже сколько неделю назад жена уехала я пришел остаться потому что мы походили посмотрели и по заходили по барам я подумал что может быть стоит здесь тоже открыть бар потому что время чтобы принять решение но нет вы знаете там такая ситуация сложилась у меня у меня есть два бара совладелец двух баров деликатес он такой у нас знаменитый уже ему будет в этом году 13 лет петербурге нет в москве нет вот тоже в москве вы знаете мы такие ленивые люди сейчас расскажу и рядом от это all drunk and dudes это я открыл то что в деликатесы наши ребята подросли как кукушат у нас выпихнули из гнезда и делать нам стало нечего нас управляющий и старший официант и шеф-повар и они говорят типа партия дай порулить и вот это все мы сами справляемся и рядышком со всем мы открыли тоже смысл случай был приходит такой человек такая знаете рубашечка в клетушку все пуговички застегнуты вот джинсики до пояса натянуты сандалики но мы дали какой-то свидетели и голову это все спасибо христос воскрес денег нет он такой я за вами очень следил мальчики так еще страшнее такие спасибо до свидания уходят уже такие через плечо у меня тут помещение есть вот такие что ж ты рядом сразу не сказал вот и там открыл маленький бар и вот вчера сегодня кое-что 12 11 11 вот сегодня у меня три года моему бару с днем рождения до вячеслав ланкин начинал очень давно в начале самых девяностых и вот спустя столько лет когда вы смотрите назад вы бы повторили путь да абсолютно мне очень понравилось ни о чем не жалеть вообще ни о чем не жалею я должен был поступить юридический институт меня там брали и ну я там еще служил в адвэ было не станет но очень коротенькое время и поэтому я там было очень много дорожек там мы приглашали там вы в разные организации охране вы поработали в охре да все кричали ура когда я уволился наконец-то он ушел да даже выплатили еще одну зарплату на что сподвигло ну как обычно случайно вы понимаете что в то время еще такой профессии даже не было бармен поэтому скажем так типа что я мечтал здесь будет барменом такого не было просто может быть фильм тоже повлиял во фильме уже потом увидел если честно то есть да он восемьдесят девятого года фильме но в девяносто первом году тут вот когда уже работал а я в девяносто первом году начал работать как раз перед новым годом вдруг пошел гайд сейчас буду барменом я говорю возьми меня с собой друг шел через неделю я остался вот так так бывает да слава расскажите нам про своего учителя которого зовут рубэм панасян рубэм панасян везде армяне везде армяне нет вы знаете он рубэм панасянс панасянс потому что он прибалт вот у нас у меня было два моих учителя это юрий вселов царство небесное вот умер два или три года назад и рубэм панасянс когда к ним попал я уже такой на остоженке была кибар и друг мы туда попал на эту работу и меня привел а я в это время уже был директор баров казино тройка ничего себе перспектива роста я зашел посмотрел на этот бар пришел отдал хозяину казино ключи сказал я пойду работать официантом меня там обещали взять ну потому что увидел как работают люди увидел количество алкоголя какие коктейли они делают я конечно очень благодарен моему 4 мы сейчас переписываемся постоянно с рубэдом вот если он слышит при этом сейчас рубэм он в риге открыл ресторан локали но он еще затем как наверно все армении очень любит есть готовить ну вот это все и он сейчас вот нашел себя да 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 делает там в разную очень вкусная было у него несколько раз очень вкусно и но все равно не унывает я помню я приезжал к нему у него поработал пару дней но один день там как гостевая смена и он бегал помогал я вот помните я раньше помогал вам бегал стаканы подносил ну вот тогда жизнь меняется а слава скажите но все знают наверное что главные психологи это бармены люди которые всегда главное поговорить да выслушать и так далее и вот сейчас массово из россии просто уезжают в том числе и главные психологи с кем люди будут делиться своими историями своими горестями радостями это же действительно большая проблема но это большая проблема действительно и ну не но кто-то остался все равно понимаете у меня сейчас мои ребята но и там сразу уволил всех но официально тех кто подходит под мобилизацию они официально у меня все увольны но кто-то у кого-то кто-то опекун кто-то это кто-то собирают женские команды сейчас бартендеров и в принципе сейчас если раньше мы немножко как бы бармен были такие шовинисты да там в баре только мальчики все сейчас все очень много очень много хороших ярких девочек работают баре таких которые не уступают пацанам вот и поэтому это ниша как бы не пустеет вот скажем так ну и в бар но действительно не то что мы психологи подаем время в разгрузку и тут действительно в баре надо любить людей просто конечно у них они выпивают меняется немножко стиль поведения они как-то дуркует или или не на глупо себя ведут и ты чтобы как бы их принимать вот у меня есть там мой ангел-хранитель вот сейчас я в отъезде у меня там мой ангел наталья горячего там присматриваю за баром и мысли постоянно ругаемся отказ что ты терпишь этих дураков но кто же тогда терпеть за не наши эти же наши скажем там некоторые даже там деревенские дурачки можно сказать но но ты их должен любить клиент всегда прав нет не обязательно у нас сейчас уже прошла эта история клиент всегда прав есть правило у каждого бара должен быть свои права они именно ты должен как бы сначала прописать и рассказать людям какие у тебя правила чтобы они понимали и они должны их принять если они не принимать все ищите другое место есть куча баров с другими правилами да у меня может танцевать на стойке прямо в моем подвале да у меня там есть маленькая курилка меня может курить у меня там можно у нас а что нельзя нельзя приставать девушкам девушки сами пристанут если надо будет а им можно прекрасное правило у меня изначально было еще почему all drunk dudes это старые пьяные чуваки я раньше не пускал младше 30 а это уже обидненько ну нет девушек наоборот старше 30 не пускали но потом потом я сказал что 30 дискредитировали ведь много не могут поэтому начать пускать и помоложе конечно вы можете на назвать примерную цифру вот сколько денег вы заработали за все это время пока юра дуть все это бизнес сейчас такой не сильно прибыльный скажем так ну или ты хочешь зарабатывать но во первых это желание зависит если хочешь зарабатывать деньги ты зарабатываешь хочешь кайфовать ты кайфуешь у нас вот второй путь я но в какие-то моменты когда у вас было макой до этом завицы заработал на квартиру да она у меня такая москву квартира квартира больше 100 метров в принципе для всей семьи нам летом сын и дочка жена большая собака теперь и как бы чтобы всех свои там были комнаты но это было такие чудесное время потом да потом мы себе позволяли там два раз в год там поехать куда-то отдохнуть на море в мексику штаты куда куда хотели куда хотели да то есть мы все не огранили сейчас конечно все пожестче все по это но я говорю кто зарабатывает у меня там есть друзья например в саша канда тоже ну здесь наши когорты у нас есть такой bartender brothers там дима соколов кан саша в марат садаров такие мы говорим такие кто такие bartender brothers где ну кто еще не спился к этому моменту как-то немного вот ну не старичков действительно немного остается потому что кто-то уходит другой бизнес кто-то там по здоровью больше не может так работать это это же дьявол алкоголь это такой тихий дьявол который сидит рядышком потихонечку и тебе так тук 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 и все вот и скажем так вот сашкан да у него у него в план он помоложе немножко у него в планах развития он сейчас сингапуре открыл ресторан у него такой у него да но с другой стороны он понимает что у него геморрой нет 10 инвесторов это вот с ними постоянно разговаривать все четко на себя тянут одеяло почему ты перевел этого бармена из этого заведения суда это наши то есть еще такое отношение что у тебя люди это как бы твои уже крепостные да да чуть-то перевел бармен уже потому что там лучше смотрится он там лучше подходит нет он наш наш его купили нет вот поэтому скажем мы кайфуем по жизни то есть как говорили да надеюсь любимую профессию не будешь работать не для вот у меня такой прекрасно здесь ходили по заведениям здесь ходили да я посмотрел наши бармены что симона отличное место вот мне очень нравится это на бульваре там да но я с ним познакомился еще давно я познакомился с ними в киеве на барометре это конкурс но ты не конкурса такой фестиваль и там и обучение и там большой бар корт как фуд корт и там они приглашаются всего мира там разные бары и вот были ребята из симоны мы с ним познакомимся они но я еще расскажу да мы делаем еще барную премию делали но сейчас не до этого там пандемия сейчас тоже всякие разные сами знаете чего да и поэтому мы подумали что как бы не стоит сейчас делать какие-то праздники вот но они у нас тоже были номинантами в какой-то в лучшем баре по моему даже вот и тут я приехал познакомился посмотрел прям очень хорошие прям стараются ребята молодцы а потом феникс очень хороший бар но я думаю тяжело им конечно работать и потому что один базовый алкоголь это арарат и я так понимаю как это сложно сделать на одной базе все всю коктейльную карту получается 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 я попробовал несколько коктейлей очень хорошо я на арарат тоже молодцы они сделали много разных вариант вариаций своих таких вот потом мне понравилось мы заходили в розу этого такой прям стильного действительно такое питерское даже заведение как раз и сами сказать про петербург и оттуда и как вы можете атмосферу сравнить потому что это же абсолютно разная культура да да абсолютно ну я еще не понимаю как я то есть не вот то есть это в пятницу хотел погулять и заболел и дома провалялся в субботу походили немножко вот я не понимаю пока как вот движение здесь проходит если ну вот питерцы они в одном баре долго не сидят выпили дальше выпили дальше выпили дальше и гуляют везде по подворотням я но питер вообще в этом плане долгое время обгонял москву потому что маленькие заведения есть инфраструктура построена так что есть много куча подвальчиков они недорогие административный ресурс не такой сильный но смысле давление ну и денег много не надо и поэтому там была куча разнообразных скажем так вариант ну не вариантов а стилей ну это правда например отель капитас которые супер популярные полторы комнаты моя любимая или джентоник или не знаю там у меня у друга моего big liver place старый бар самый в шведском переулке лёш шапошников там делал у него столько тоже он столько народу вырастил у него там бармены по всей россии уже там из-за границы даже уже работают вот а там я как бы ушел от тему что почему я здесь еще сделать три года наступило и мои пацаны тоже подросли и они тоже начинают я типа дяди слава дай мы тут сами все уже успеваем делаем гости полюбили да уже я такой думаю но вот стою тут возле гардероба там людей раздеваем можно уже и что-то еще поделать приятно что очень приятно да это я люблю вот многие затем мы там катались при но нам и консультации еще делаем а помогаем открывать бары и очень многие люди не понимают того что когда они растят сменных людей смену не то что они даже у тебя остается да не даже расходятся по по другим заведениям тут все равно твое наследие ты все равно о тебе говорит хорошо они твой барный генофонд да это твои агенты влияния да которые даже в другом баре будут работать они всегда все равно про тебя расскажут хорошо потому что они выросли здесь и многие вот этого не понимают где так вот я помню куда-то мы поехали в мурманск не помню я говорю пойдем в тот бар зайдем нет там предатель работает он я его растила он ушел я не понимаешь он сделал еще один бар в этом городе хороший и поэтому уже два бара будет три-четыре и культуру надо поднимать одним баром никогда не поднимешь вот вот ну что почкованием это слава не просто так пришел не с пустыми руками он готовит для нас утренний коктейль поэтому мы его отпускаем на кухню потом он вернется и мы продолжим нашу беседу а в наших соцсетях вы сможете посмотреть что получилось да мы еще будем пробовать и я пойду уже сейчас мы песенку запустим и все вместе пойдем вот я бы очень хотел чтобы после того как вы вернулись мы мы поговорили о том что вот все что происходит в мире это можно с помощью алкоголя вылечить вот собрать всех например сильных мира сего закрыть в баре там на неделю по этих и чтобы они разговаривали общались и как-то на поменяли об этом поговорим после того как мы здесь будем пробовать коктейли это случится не раньше того что вы услышите потом будет рекламная пауза потом все остальное доброе утро слава ланкин у нас в эфире очень известный человек в мире барного искусства доброе утро правильное шоу правильного человека ну и правильный напиток с утра не каждый день один из лучших барменов мира делает для тебя коктейль слава ланкин у нас в эфире вторник удался я думаю что да а вот кстати если вы видите не надо не наоборот смешать здесь во первых это красиво на красоту а то все-таки лучше перемешать чтобы апельсиновый сок перемешался с компариев не может подключиться а внизу что-то это компариев желтенькая и очень свежевыду апельсиновый сок и выдал не просто а он выдавал через овощную соковыжималку поэтому такой видите пышный он называется флафья грибальди то есть он на такой воздушный подробности того как этот коктейль изготавливался дорогие друзья на нашей страничке в инстаграм на скоро будет с половиной ради уже бухает закройте дверь дайте нам поэфирить спасибо за слаская да мы пробуем и мне разговариваем так не так возвращаясь к тому вопросу можно ли устроить такую вот историю гипотетически алкоголь он людей все-таки лечит или или калечит мне кажется алкоголь знаете обнажает он так смывает тонкую пленку локусная бумажка да да и что внутри остается она очень хорошо проявляется то есть хороший человек под воздействием алкоголя становится еще лучше как бы плохой а плохой еще куда пошли такие люди которые но в принципе мы уже опытные ребята бармен мы видим что даже на такие вроде культурные как бы они говорят они постоянно извиняются но ты видишь думаешь сейчас этот напьется и устроить проблемы потому что у него дергается он резкий он чего но в принципе разговоры помогают да не просто алкоголь это да в баре вообще про политику как бы опасно говорить люди разные у всех мнения разные и ну а представьте себе и вот такую историю бар для политиков можно такую строй потому что мы часто видим дала например в американских фильмах там даже рядом с белым домом капитолием в вашингтоне собирается вот эти вот именно белые скажем так воротнички и там что-то кушают бухают вы знаете как это как воспринимать политику при они мне кажется что вот в таких барах собираются такие политики как и они это воспринимают как соревнования а не такие оп как я тебя наоборот на поворот ну да ладно подожди я тебя завтра устрою но такого плана а у нас мне кажется ну не знаю как про политиков я немного их видел а люди иногда воспринимают очень душевно прямо вот как свое родное они готовы за это не знаю иногда горло перегрызть понятно поэтому может быть с политиками получится мы не знаем что там закрытыми дверями там действительно мы не знаем потому что такого бар не полетом явно такие вечеринки так происходят ну то самый известный персонаж вот которому вы готовили коктейль ухты кстати как они вели себя правильный ответ гор что-то даже не вспомнил кого не знаю ну вот эти звезда я не знаю там рок звезда может быть спортсмен какой-то известно сейчас мы их всех на чистую воду то вы видим по затем мы не рассказываем про мы не любим вот эти вывешивать фотографии кто у нас был у нас и в принципе этим подкупает я помню когда там приходили разные ребята расскажу про банкиров расскажу какие банкиры они ходили к нам очень душевно они любили вас макой отдыхать все но после этого они всегда ехали в какой-то модный клуб для того чтобы в понедельник на совещании сказать где были там рай айкон но все модные вещи прошли не могли сказать что они у нас там в макой отдыхать потому что в представлении всех это такой бедлам бардак и ужас и и это ценовая категория маргиналов да 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 но однажды они зашли увидели там одну там ведущую какого-то спортсмена каких-то ребят из там кого и она и какие а че не все здесь тусуют смотри ну да и он такой обидную для меня в тогда франского а так про тебя можно рассказывать я думал ах ты сволочь такая так значит и вот это тут отдыхаешься душой но потом стесняешься и это конечно было немножко обидно вот и поэтому у нас никогда мы никогда некоторые возмущаются типа не знаете кто я мы таки знаем ну не умолчим даже но нет и что теперь надо сделать на руках носить водки налить дополнительно и так же как все остальные да я очень многие там нравится что наоборот их раздевают их не не трогают у меня был случай от прям защищал стол у меня там приехали друзья из другого города у нас там сидел известный ведущий носил своей дочкой и тетки ой дайте авто его отойдите не подходите к нему конечно конечно это уличное пространство пришел отдыхать чего то вы будете когда надо автографы ему отдать он за и где их раздать где в ереване будет такой бар который я смогу прийти посидеть и вы будете говорить оставьте в покое пока не знаю пока смотрю локации но в общем-то ищите да еще ищу да но я посмотрел тут оказывается вот это в горят пушкинского сочи модная улица до центр будет центр да какой то но с другой стороны так тут все так недалеко что можно и можно по московским ну да нет но и все рядом я тут знаете хожу каждый раз у меня друзья живут как раз вот рядом с вами а я живу возле параджанова музея и вот как раз сюда там 27 минут 30 минут я вот гоняю туда сюда для нас это вообще ничего концепт бара придуман вы знаете мы посмотрели несколько заведений в детской помещений и у нас знаете у нас любимое занятие с партнерами мы садимся и начинаем придумывать какую фигню что какой барчик или ресторанчик или какое-то и там у меня от наливочных до каких-то ресторана там я вот вижу думаю блин вот здесь бы конечно уже то есть от места тоже от места очень от локации сейчас модно грубо говоря в москве модно сейчас самые дешевые заведения там открывает все потому что как бы сейчас зайти в связи с нашим последним событием вымывается как раз средний класс то есть они много уезжая тут моего деликатесом немножко такой испытываем дискомфорт из-за этого потому что есть очень богатые но это не наша публика они ходят куда-то там и тратят миллионы да есть куча вот много римочных чебуречных их-то шашлычные каких-то там пивников мальчика ищных до всех ищных а музыкальное сопровождение на ваш взгляд какое правильно для бара но тоже зависит например у меня в баре в деликатес у нас вообще нет музыки у нас там всегда тапер давид с нами мы с ним познакомились десять лет назад он приехал из тбилиси как зашел к нам сел за пианино и по четвергам тире вот 10 лет да да и по пятницам у нас в деликатеса такие эксцентрики они приводят то там гусли играют только как какие-то стиральные доски вот эти такие пары зовут одиссей и они вот очень странную музыку играет когда модерн же привели там компанию который про нас не знала и мы такие сидим девочка сидит такая ведь ребят смотрите он на гуслях играть маке ну да нормально обычное дело как мы здесь оказались вот например в моем подвальчике у меня такой свободный микрофон кто первый до блютуза сбежал тот и держи скажите пожалуйста вот например пабы и бары в англии это вообще нечто культовое да люди ходят поколениями вот там прадед дед отец сын футбольные фанаты и прочее но спорт и телевизор это обязательная история в барах или нет но в баре не обязательно вот у мы в принципе но если честно это конечно было не стандартно 13 лет назад мы открыли деле мы решили что у нас не будет музыки не будет телевизора не будет диджеев не будет ничего и у нас очень многие гости приходили сказать а что тогда делать скучно можете разговаривать нам повезло что мы в принципе в то время как раз фейсбук пошел в россии и мы нашли свою новую публику старые гости сказали вы это с ума сошли но тем более после знаете у нас там был макой где там безудержное веселье потому что был там под мухой виноград какие-то бешеные заведения потом у нас был ресторан испанский тоже там с музыкой с моряча с телевизорами со всей мы там все футбол ставки вот это все и тут вдруг какое необычное место все скале ну чё то вы отъехали не туда и как бы мы нашли новую публику и у нас там все экспериментально да мы там делаем сами делаем сами хлеб сами там у нас вот сейчас последний хит это тартар из коня под утюгом жареным приезжали там телячьи мозги какие-то ну да да и некоторые люди боятся это проводят а некоторые наоборот хотят по эксперименту и в баре тоже самое постоянно кита делают там вытяжки какие-то настойки какие-то кефирные грибы на чем-то как это камбуча то есть в принципе могут похвастаться воспитали камбучу которая на вине стоит то есть в принципе она под алкоголем гриб это чайный гриб это чайный гриб спокойно вот они так воспитали ну как бы сначала кофейнике воспитали что она на кофе стоит вот а мы ее до воспитали что он на вине теперь он стоит идино сбраживает то есть это в принципе воспитанная камбуча вот и это все необычно а в моем воде да там но у меня еще затем я сверх пиццерия а внизу барчик и такой вход тайны через пиццерию ну или может через арочку зайти как помните фильм фильм такой был кота не играл меня там другой мелкие мошенники где в удиален копает подкоп под банка наверху не уже продала за миллион долларов рецепт печенек а у меня жена наверху работы если выхожу выигрываю ну чё уже три года копать очень продала за миллион нет сколько я могу там в этом подвале когда я спускаюсь вниз тогда я пошел дальше там я хотела спросить про атмосферы вы сказали что смешивание атмосфер вот например с футболом а сейчас очень часто при стендапе или при баре появляется тот самый стендап я не знаю кто тоже вот у меня в баре такой у меня вот в маленькую мы еще затем необычно у меня очень обычно стойка она выше всех ты как бы завышаешься бармен на сцене бармен на сцене и поэтому да ну во первых ты всех видишь так что-то уже давно не пьете может вам выйти из моего бара ну такое и это полюбили все у меня там и стендап у меня там и какие-то лекции проходят исторические мы там и кино смотрим и дискуссии дискуссии всякие и там барменов собираю делаю лекции но мы здесь тоже хотим сделать такого же плана например у нас тоже есть тут у меня друг один есть юрий саныч бахчеев он делает джинн астрономии да вот в армянский джинн на улице сарьяна офис у него на производстве там эрик одинаев такой фанат и близки вот как раз моя ученица она там сейчас будет делать еще кута мара чисто армянский на автохонных травах и вот она все собирает как вы хорошо рассказывать да вот и мы с ним задумались что нам что-то сделать интересное мы там может сделать кинозал будем показывать фильмы связанные с барами вот какие-то тогда там но есть там хэй бартендер в общем скоро скоро будет место силы в ереване а насколько скоро как вы планируете бизнес-план не знаю сейчас от чего зависит от инвесторов нет инвесторы как бы есть надо быстро найти помещение ну я думаю что мы до ремонт место оборудования реклама рекламу уже вот а такой случай ну значит такие ищем ходим помещения и на многих помещениях которые нас интересны они вроде заброшены но объявлений об аренде нету и мы такие мой друг в лацкал гениальный гигать давай напечатаем сейчас листовочки небольшие с ними ваше помещение будем клеить вот такие гениально нашли принт сделали расклеили потом домой прихожу телефон неправильно писали придется еще раз сегодня проходиться по тем же местам и переклеивать или переписывать да представляете как кому-то как шумит даже лед вот он пушит как морские камушки вот в воде очень радийно и очень эффект слава самое неожиданное место на вот которым вы обнаружили для тебя бар в мире а это остров спицберген это самый северный бар в мире так норвегия ну норвежской стороне на русской на там ну там же артик уголе пригласил тогда еще тимофей рогожин который управлял всем этим история развивал на самый северный бар в мире и мы там красный медведь мы там тоже работали мы откололи от ледника вот такую глыбу раскололи ну то все привезли смешной случай мы такие подвезли на санках это кусок льда вот такой огромный идут техники там местные читай привезли то лед дураки но то этом гостей поил там всякие на странцы англичане наших много игры вы знаете этот лед родился когда еще торф нет этот один тора не родил а вот этот лед и забыл ему миллионы лет это вот было кайф вообще да это такие истории конечно же они привлекают людей ну что ж добрый час ждем открытие нового бара нового места силы я уверен что действительно так будет весело в первую очередь его очень вкусно вот познавать и наверное очень важная также история что ребята местные будут этому учиться и но многие вчера встретил мгера он приезжал как раз мы познакомились в москве но ну роман тарочина в манине учился в школу и он такой вот типа ну жду тебя в ереване в домой иду прохожу уже такой слава я тебе говорил чтобы встретимся в ереване вот мы уже сейчас будет встречаться и тут есть очень много таких грамотных у нас есть ассоциация барменов я думаю что да 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 вот тигран нас услышит игра ну да да обещал душа заеду на днях тоже вот и я думаю что это будет прекрасно сотрудничать для всех потому что бар это очень важная история для каждого крупного города даже для не каждого крупного я всегда когда приезжаю с греции или из испании всем рассказываю что там в любой деревушке есть трактир и место где люди собираются и просто пьют наливочки свои кто-то с чем-то мешает и это уже люди общаются для общения еще по бы вот в игре начали пропаганда public public place место где могут пообщаться разные люди которые вы в жизни может быть не пересекались бы и потом это место где можно вот этот самый спускать и потом уже не бывает агрессии за пределами это тоже очень важная история так что я думаю что бармен и за мир и естественно и алкоголь помогает вот поэтому хорошим людям да да мы выяснили выяснили ну а можно плохих закрывать и заставлять их пить до тех пор пока они не станут хорошим на них экспериментировать да или на экспериментировать вот ну и наверное давайте в конце спросим у слава вопрос который интересует радиослушателей три самых ваших любимых коктейля можно так назвать можно конечно и все они мои не она как взять все коктейли у меня любимая при присказка приговорка это все придумано до нас все сделано первый мой я всем рассказываю всем и угощаю всех это педро манхэттен просто манхэттен это классический классический вермут виски ангастура и коктейльная вишенка все для меня сладкояшка сам поэтому я искал думать чудо добавлять там какие-то там есть коктейли с давали ликеров потом нашел херес педро химонс такой сладкий что я прям такой это оно ну и плюс ко всему херес тоже богатый на вкус букет очень хороший поэтому но очень сладкий даже для меня оказалось поэтому я делаю покрепче три к одному три бургона один херес и в принципе он крепкий и сладкий у нас даже в деликатес счетчик мы считаем все выпитые и каждую кнопку нажимает каждый человек пока немного там с одной стороны одна лампочка перегорела и там вроде ноль похож на шестерка я могу сказать ну 600 тысяч а так вообще конечно ну тысяч 30 выпили уже и 30 тысяч коктейли но это знаете эту идею я как бы мы же все компилируем все смотрим все иску в мадриде ой в барселоне драй-мартини они у них есть счетчик они считают 50 входит это 150 есть у меня фотографии в этом варе хавьер мы с ним дружим и когда я сделал это счетчик ему привез бутылочки подписаны номерные сказал хавьер это тебе потому что вот мы у тебя посмотрели эту идею сейчас уже другие ребята когда тоже это делают я тоже вижу и и молодцы кто-то считает у меня друг один грек он греческий салат и считает кто-то считает там какие-то еще вещи фотографиями да потом у нас есть грязный четверг мы к по четвергам делаем дети бирд мартини грязные птичка маркерином яичком это уже эта коллаборация шеф-орум шишкина там долго я хотел вот сделать яичком а он в один момент сделал такие яйца пошел таки жидким центром да перепелиные я такую вот это то что мне нужно то есть они по жиденькие внутри потом их маринуем это почему-то по четвергам свой мы в среду делаем в четверг всех съедает и у нас больше нет то есть они долго не ставят тоже не промариноваться и жидкого центра уже долг вместо рыбного дня да и в принципе у нас уже традиция люди приезжают такие и я заметил другие бармен тоже начали делать четверги и вот грязные четверги это прикольно традиция начинает разрастаться по всему вот и в третий мой любимый ну это шотик это чики-пуки называется но это домашняя такая заготовка это у нас мы делаем домашнее лиманчелло а сверху такой настойка джин из смородины и туда тайский перец и такой знаете сладко-кисло-острое и залпом пьется и назвал чики-пуки его в честь у меня есть друг гаррисон который путешественник он прошел кругосветку он все время присказка чики-пуки все будет чики-пуки и он меня постоянно зайти так подкалывает в баре пить нечего конечно полная вообще ничего все это ты один раз он такой попробую вот это чики-пуки нарезались так что мы прям из одного бара ползли просто в другой вот в буквальном смысле этого слова я говорю ну ладно раз тебе понравится это будет называть чики-пуки все прекрасно круто вот такие истории от вячеслава легендарного человека на который сегодня нам приготовил мало того что приготовил нам сегодня на прекрасные коктейли с утра пораньше вот также рассказал много хороших историй ну и пообещал что скоро в деревне появится место силы все в ожидании спасибо большое город замер если к вам сегодня в бар зайдет замечательный человек с доброй улыбкой с иракезом знаете что он крутейший бармен и будьте к нему более внимательно чем ко всем остальным это важно зря то это сказали и подстригутся убираем иракез чертой бабушки или просто надеваем бейсбол требуйте паспорт мы уходим на рекламу потом будем с вами прощаться я вспоминаю своего друга из питера который сейчас проживает не в питере вот и ваня квасов он ученый и креатор вот и человек с которым мы придумали свое время ассоциацию бродячих барменов то есть мы ходили по городу томску у нас сверху на то есть спереди и сзади и висели рюкзаки в котором было много напитков мы подходили к людям смешивали им всякие похожи на герлс но мы были похожи чем сейчас да да тогда вот так что большие привет иване квасов если у нас слушает и спасибо большое еще раз славе вот за то что он нашел время забежал к нам с утра пораньше спасибо вам слава ланкин был у нас в эфире рекламу прямо сейчас после лево а потом все остальное смысле будем с вами прощаться доброе утро доброе доброе утро